Всем привет! Сегодня решили начать наш съемочный день с местной башни, часовой башни. Такое смотровое кафе здесь. Понятно, что цены повыше, как и в любых смотровых точках, но все равно они очень низкие. По-моему, все равно дешевле, чем обычное кафе в Каппадоке, даже несмотря на такую отбавку. И отсюда открываются прекрасные виды на весь город. Наверное, это аж 10-12 по высоте. Лифт довольно быстро поднимается. Там буквально пару этажей нужно пройтись пешком последних, а до этого быстро можно подняться на лифте. И хоть я и не сильно большой фанат таких вот смотровых площадок, но здесь все приятно. Очень сильно добавляет эмоции то, что видна река и парк прямо под тобой. Парк большой, там с мечетью, с той же. Можно и город тоже увидеть. Остальная застройка, она довольно обычная, такая больше похожа... Ну, она не похожа на нашу, но она примерно такая же, то есть невыразительная, только в более турецком виде, в турецком стиле. И главный плюс этой кафешки смотровой, этой башни вообще, пожалуй, в том, что она расположена прямо вот возле пешеходного моста, в тех местах, где, пожалуй, любой турист будет гулять в городе. И можно просто, проходя мимо, зайти в том числе в нее, попить чай и кофе, посмотреть на город, как это обычно говорят, с высоты птичьего полета. Кстати, не знаю, как здесь основные блюда на вкус, ну, пожалуй, это не то место, где стоит брать основные блюда на вкус, но десерты здесь, ну, очень вкусные, такого уровня хорошей десертной, кондитерской, очень достойно. Даже не ожидали в таком туристическом месте, что будет очень вкусно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Приехали сейчас на озеро. Вообще добирались довольно с приключениями, ну точнее старались просто изначально понять как можно сюда доехать на общественном транспорте но это сделать особо не получилось и вообще не очень понятно где здесь ходит точнее куда идет общественный транспорт в этом плане все не очень интуитивно понятно да и в принципе эти же маршрутки которые у них здесь есть и думаешь это совсем не лучший вид транспорта потому что они ездят как хотят в целом и останавливаются и тут скорее вот ну для местных еще нормально что они знают куда им надо какую вообще искать эту маршрутку тогда все окей но если ты просто понимаешь куда плюс-минус тебе надо то никакой нормальной карты интерактивные ты здесь не найдешь вода не автобусы тоже там даже то приложение которое попробую открыть и но особо не работала то есть она в принципе открывалась но они какие маршруты особо не показывала дальше то есть какой-то видимо глюк самим приложением но потом нашли такси и такси здесь оказалось довольно дешевым то есть мы доехали за три евро да тут недалеко ехать километров пять где-то но в целом адекватная абсолютно цена быстренько довезли нас и вообще пока ехали город он такой довольно хорошо озеленен то есть если про благоустройство города тут есть много вопросов к благоустройству и очень много вещей они не сильно комфортные для жизни вот если говорить именно про озеленение то здесь все сделано чудесно даже вот жилые такие районы причем видно что не самые дорогие жилые районы которые проезжали там очень много сквериков небольших парков вдоль реки вообще отличная зеленая зона сделана и она не просто зеленая но но и с лавочками с тенечком что здесь очень актуально потому что жарко и жарко здесь долго все сделано в этом плане очень хорошо и радует глаз но в итоге в общем добрались мы на озеро за мной где-то вот за спиной там должен еще находиться остров влюбленных не знаю насколько можно туда добраться может и доберемся туда но уже тут прошлись немного и по набережной набережная не сказать что прям супер чистая но в принципе она в хорошем состоянии здесь тоже есть много кафешек разных в которых можно посидеть и посмотреть тоже на озеро в принципе приятное место для прогулки сейчас вот только-только начали идти по набережной пойдем дальше где собственно пикник area то есть место для пикника находится места для пикника и там сейчас выглядит как будто больше есть всего в общем дойдем будем уже смотреть что там происходит выкина пиздец и не домой здесь еще небольшая зона на озере такая но я бы не назвал ее пикниковой зоной хоть на карте было написано так тут скорее вот второе что было написано это чайные сады она ближе просто находится очень большое количество разных кафешек где перекусить что-то можно там а-ля тост или или там очень небольшое блюдо там что-то типа этого но в основном тут напитки всякие чаи биджи биджи вот это вот их замороженный лед типа щербета только с добавлениями там и сроков и все этих остальных моментов и очень много из этих кафешек они видовые причем очень круто что почти за каждым столиком ну за многими столиками кроме стульев есть еще лавочки точнее лавочки качельки качели лавочки качельки на которых ты можешь сидеть просто качаться смотреть на озеро на парк и потом тебе надоело качаться снова пересел за стол это очень прикольно сделано и прям хочется зайти и покачаться при том что тут все довольно недорого сделано из этих самых что ни на из простых материалов но стараются как-то украсить из душой и со стилем где там где-то точнее свои глазики эти вешают от сглаза который у них в других местах по-другому как-то украшают но все оно довольно душевно и приятно выглядит забавно здесь получилось тоже в кафешке встретили двух женщин из казахстана которые здесь уже живут замужем здесь парусов перетянулись тоже они такие говорят о его да не да здесь много очень украина хрустик а я говорю да вроде особо не видели как-то не особо тут много их есть вроде не особо их много есть ну да да они же все дома сидят они же с мужьями здесь и куда они гуляют ну да так может быть много здесь от наших есть но конечно на улицах абсолютно не видно да и потом тоже сюда говорим говорим ну да есть здесь редко бываю меня муж не часто выпускает погулять в общем город такой довольно традиционный в плане скажем так туристических традиций да и того как здесь работает институт семьи но это очень мило и забавно со стороны в некоторых случаях понаблюдать в плане в плане Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok При том, что много из них зданий уже выглядят не так-то и старыми Но вот именно сама планировка и близость расположения зданий Она вот как раз такие, как восточный город Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас пробовали местное блюдо Шердан В очень такой глубинке-глубинке, ну точнее даже не глубинке Аданы, а в таком очень колоритном Не сказать, чтобы в туристическом районе, скорее такой больше ебеня Но при этом вот идем и тут рядом, тут какие-то хибары уже подснесли и построили очень современные дома, которые еще и у нас надо поискать И выглядит, конечно, это тоже очень контрастно Рядом просто какой-то там чуть ли не мусорка, ну трущобы, точнее трущобы И через дорогу уже новое современное, такое очень европейское, я бы даже сказал, здание Взяли еще немного местное черешня Тут очень много, где ее продают именно, ну цены пишут за полкилограмма Выбрали не самую дешевую, тут она стартует сейчас где-то, ну плюс-минус от 10 лир за килограмм То есть это 1 евро примерно за килограмм Мы взяли по 15 лир, то есть полтора, ну может быть 1,6 евро за килограмм Потому что это, которую выбрали, показалось поприятнее, ну покрасивее, просто посочнее Будем пробовать смотреть, насколько наши ожидания от нее оправдаются Пришли кушать черешню в парк Ататюрка, небольшой, но очень красивый, ухоженный парк в центре города Вообще в Турции все, что в центре и самое хорошее, чаще всего будет называться имени Ататюрка Главная улица будет вполне вероятно имени Ататюрка Аэропорт Ататюрка, бульвар Ататюрка, мост Ататюрка, парк Ататюрка, все Ататюрка, стадион Ататюрка И дальше, дальше, дальше Ну в принципе да, он очень много сделал, невероятно много сделал для этой страны Поэтому понятно, почему его именем все названо, но и до сих пор его очень чтят Это уже, когда будем возвращаться через Анкару, еще сходим в мавзолей Ататюрка, где он собственно лежит, Анит Кобыр Тоже покажу там, как все устроено, вот, но пока что просто еще отдыхаем в парке Будем сейчас кушать купленную черешню, надеюсь будет сладкая Черешня оказалась очень вкусная, особенно по такой цене При том, что, ну, чувствуется, что она еще не до конца такая самая спелая и самая сочная Но уже очень приятная на вкус Надо в следующие дни, конечно, побольше всяких фруктов кушать, потому что их здесь куча И стоят они здесь копейки Сегодня даже проходили арбузы И, ну, может я, конечно, ошибаюсь, но там было написано 5 лиро таны А в таны это обычно здесь штука То есть, да, там не сильно большие арбузы были Ну, где-то килограмм по 7-8, наверное, были И 50 евро центов за штуку, за арбуз Ну, и в другом месте арбузы были чуть побольше И там было написано 10 лиро таны тоже штука То есть, если я правильно понимаю И один арбуз здесь стоит, там, средненького размера 50 евро центов А большой арбуз стоит евро То это, конечно, ну, совсем смешные и непривычные для нас цены Особенно, конечно, в начале июня Но даже не в начале июня Все равно как-то очень дешево и прикольно Но, конечно, арбуз целый тащить с собой в номер большого желания нет Особенно, учитывая, что и резать его нечем Но фруктов очень много разных И всякие персики, сливы, инжиры, черешни Там, ешь не хочу Надо обязательно витаминками себя пополнять натуральными Так что вкусные фрукты будем кушать в ближайшие дни по возможности побольше Мы уже завтра поедем в Мерсин Мерсин это единственный город в этой поездке, который находится на море Посмотрим, как он живет В принципе, насколько я знаю, Мерсин, он потихоньку набирает популярность и у русскоязычных туристов Но, конечно, он не настолько популярен, как Анталия Как, допустим, Алания, та же Кемер Правда, там вроде бы еще и порт в самом городе довольно большой, действующий расположен Поэтому не уверен, что сам именно Мерсин он подходит как курортный город Скорее всего, там все же от него нужно отъезжать, чтобы было приятно купаться Но при этом, насколько тоже слышал, там очень большая набережная в Мерсине находится В общем, завтра доберемся, будем уже смотреть, что там как Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики Ставьте лайк этому ролику И до новых встреч здесь Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Вечером перед отъездом захотелось еще погулять, еще раз насладиться местным парком Когда темнеет, он становится по-своему, по-другому уже прекрасен И очень таким спокойным местом Причем то, что есть много небольших кафешек, таких открытого типа летних кафешек Дает ему только дополнительные бонусы И посидеть, выпить турецкого чаю с мороженым или с каким-то десертом Это просто великолепная идея И когда уже шли обратно в отель, в очередной раз проходили мимо мечети Сабанджи Но до этого так в нее и не заходили И думали, что и сейчас не попадем Потому что и было уже достаточно поздно Да и мы были одеты не так, чтобы уж под расходу для религиозного места Но нам дали пару накидок И не только впустили в мечеть Но наоборот, когда увидели, что мы там заглядываем, смотрим Наоборот, нас пригласили туда И сказали, что, конечно, смотрите Вообще без каких-то вопросов Вам хочется, конечно же, заходить И, по-моему, это очень правильный вариант того Как стоит завлекать в религиозные места А вообще сама мечеть оказалась внутри Кроме того, что очень красивой Но и с довольно интересной и неожиданной для меня историей Потому что так вот внешне особо не скажешь Когда она была построена Особенно в том числе и потому, что она построена В классическом стиле мечети Османской империи Но оказалось, что построена она в 1998 году После того, как Дана пострадала от сильного землетрясения И это такой вот, можно сказать, подарок городу От фонда Сабанджи В честь которого, или точнее в честь основателя этого фонда Миллиардера Сабанджи И названа в итоге эта мечеть И очень интересно как раз таки то Что мечеть эта была построена всего лишь за один год И стала таким своеобразным символом возрождения города При этом, когда я узнал, что построена она всего за один год Мне сразу вспомнились наши стройки Когда у тебя там, я не знаю, починить трубы Это занятие очень сложное А тут сделали такую огромную мечеть Которая долгое время являлась крупнейшей мечетью Турции И она больше чем та же мечеть Силтана Ахмета в Стамбуле И построена таким образом, чтобы ее было видно В Адане из максимально возможного количества мест И могу сказать, что, по крайней мере, в моем восприятии В город она вписывается просто великолепно Рядом с парком стоит, как влетая Просто как веками там и стояла Рядом с тем же древнеримским мостом Так что в Адане это обязательное такое место для посещения Не стоит ни в коем случае им пренебрегать Красиво, внушительно И очень тоже вписывается в дух города Ну а на этом уже сегодня точно все Всем пока!